Всем привет! У нас сегодня с вами будет достаточно интересное и необычное видео. Мы будем с вами готовить тортик. Приготовление он безумно простой, а весь секрет заключается уже в готовых коржах, и нам не придётся их самим выпекать, а это значительно сокращает время. Кстати, в этот раз буду использовать коржи как шоколадные, так и обычные. Понадобится нам ещё сливочное масло, и ещё в первый раз буду пробовать делать тортик с малиновым вареньем. Также понадобится сметана, лучше брать от 25%, но я, к сожалению, не нашла. Творожный сыр, сахарная пудра и ванилин по вкусу. Ну и также красители разные, что-то для декора, что у вас найдётся. Первым делом я буду замешивать крем-чиз. Для этого творожный сыр я спаю в миску, добавляя к нему масло и сахарную пудру. Тут я допустила небольшую ошибку, потому что всё это только недавно я достала из холодильника, и поэтому оно очень тяжело доставалось и перемешивалось. Масло в идеале лучше немножечко растопить, творожному сыру дать немножечко достичь комнатной температуры. Всё это аккуратно потом перемешиваю и отправляю в холодильник, пока буду готовить оставшиеся крема. Помимо того, что у меня было всё достаточно жёсткое, потому что всё это было прохладно, я ещё взяла и неудачную миску. Я решила, что не хочу в кадре показывать свой зелёный тазик, в котором я обычно всё готовлю, но в итоге эта миска оказалась очень большой и неглубокой, что у меня просто всё разлеталось по сторонам. Ну, кое-как я всё перемешала и дальше уже решила не выпендриваться и взяла свой любимый зелёный тазик. Приступаем к замесу сметанного крема, который будет идти у нас в качестве начинки. Для этого я сметану смешиваю с сахарной пудрой. По вкусу можно добавить ванилин, но это не обязательно. Аккуратно всё это перемешиваю, постепенно повышая обороты. Наш крем-чиз я переложила в обычный пакет, чтобы его было удобнее выдавливать. Сделала дырочку и, в принципе, уже можно приступать к сборке торта. Открываю наши коржи и сразу их разрезаю пополам, потому что у меня будет такой достаточно странный половинчатый торт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выкладываю на поверхность первый корж, решил взять шоколадный. Дальше на него по контуру я наливаю крем-чиз. Это будут своеобразные бортики, так как сметанный крем у меня получился очень жидкий, я боюсь, чтобы он не вылился, решил вот так вот перестраховаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальше выливаю мой крем, аккуратненько его распределяю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сверху укладываю уже обычный ванильный корж и проделываю примерно то же самое, делаю бортик из крем-чиза, заливаю сметанного крема, только на этот раз в этот слой я добавляю небольшое количество малинового варенья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И продолжаю его дальше собирать, чередуя коржи и чередуя слои, какой-то обычный, какой-то с малиной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После того, как я дособирала торт, я аккуратненько немножко выравниваю его тем же самым крем-чизом, дальше мы уже будем работать только с ним, сметаной крем нам больше не понадобится. Немного его выравниваю и отправляю в холодильник. Лучше отправить его хотя бы на час. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оставшийся крем-чиз я разделила на мисочки и буду их смешивать, чтобы у меня получились разные цвета для декора торта. Вот тут я пыталась вмешать желтый краситель, но у меня совсем этого не получалось. Видимо, желтый так просто не хотел браться. Ну, в общем, я оставила эту затею. В итоге основной цвет я намешала какой-то странной бежево-малиновую. Ну, в общем, уже какой получился. А вот остальные, красный, голубой и зеленый, и достаточно хорошо смешались. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok После того, как я достала торт из холодильника, начинаю уже его выравнивать основной массой. В принципе, у меня нету здесь задачи сделать какое-то супер ровное покрытие. Мне главное дать ему однотонный цвет. Ну, и замазать какие-то щели и дырочки. После каждого промежуточного этапа отправляю торт в холодильник, чтобы он схватился. Дальше я приступаю к дизайну. Думаю, здесь вы сами прекрасно все видите, да и украшаете, в принципе, как вам нравится. Я очень хотела сделать поросят на своем тортике. Хотела, чтобы они были такими сидячими, но мне этого сделать не получилось. Мне получились какие-то розовые кокульки, которые сидели на торте, поэтому я решила их убрать и просто нарисовать маленьких поросят на самом торте, не объемных. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За кадром также добавила надпись Happy Birthday. Можете увидеть на ней ошибку, несмотря на то, что я смотрела в телефон, да и, в принципе... Ну, короче, это должно было случиться. Я вместо буквы D написала букву B, но я потом в конце это поправила. В итоге у меня получился вот такой вот тортик, украсила я его разными посыпушками, разными надписями, финтифлюшками. Даже не скажешь, что этому человеку исполняется 20 лет. К сожалению, сейчас я ничего вам о нем сказать не могу, потому что пробовать я его буду только завтра. Выкладываю я это видео в свой день рождения. Поэтому всем, у кого тоже день рождения 9 декабря, поздравляю вас. В инстаграме покажу вам разрез тортика, если хоть что-то из него получилось. На этом было все. Я надеюсь, вам было хоть немножко интересно. Спасибо вам большое за просмотр, и до встречи в следующих видео. Продолжение следует...